а мы покидаем наш альберг в городе панфурада хреново он нас встретил этот город и сегодня утром вообще чуть не подрались с одним одним пилигримом американским каким-то он чуть-чуть больной помню в общем какой-то там блин американский пилигрим думал что короче мы встаем 8 или 8 мне он думал что мы вообще в 8 где-то встаем а все повставали в 5 часов 6 часов и начали свет включать он там начал короче возникать и в итоге мы попали вообще под горячую руку все включали свет ему виноваты оказались крайне короче ну то я его повел к этому самому госпитальеру на разговариваю с ним он дурак ничего не понимает кто с ним поговорил тут взял рюкзак пошел короче вольберг сел возле кровати на рюкзак и не знаю наверно до сих пор там сидит уже прошло полчаса за может он обиделся или расстроился ладно у нас сегодня впереди город под названием я не помню как он короче тяжелое название и туда нам идти сегодня намного меньше 22 километра сегодня мы даже немножко в дороге отдохнем да не так замучаемся как вчера с нами короче итальянцы рядом еще спали и они тоже собирались уже как бы им тоже нужен был свет ну короче они нас начали тоже защищать и с тем скандалит что и дурак короче мы встаем 6 утра типа ты еще до сих пор спишь и не даешь никому свет включить хотя уже больше половины альберга уже вообще никого не было но больше половины там из 50 а то и больше человек все уже давно вышли блин просто ошибок как объяснить альберг просыпается в 6 часов утра там даже и до 8 уже все должны быть то есть всем надо время собраться конечно а мне особенно того чтобы собраться нормально свет включить вот это не было шелестение быстренько быстренько шестом падала фонариками светить спокойно можно включать в шесть часов утра свет и собираться если тебе мешает свет один повязку и беруши испи себе на здоровье повязка за штор себе полотенцем или тогда снимай комнату чтоб тебя никто не беспокоил короче это жестко раздражает иногда и они меня за это бесит пошел в поход страдай все мне решил спать и шейп ходу и он может даже храпел всю ночь один чувак там храпел так храпел и и и и и и Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы проголодались Уже прошли 7 километров На часах 9 там с копейками 9 часов 10 минут примерно Проголодались, решили персик съесть ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Закончили свой перекус Остановились мы в одном из баров тут местных В каком-то городке Заказали два кофе Позавтракать у них особо ничего нет Но у нас зато есть с собой еда Которую надо есть, чтобы ее не носить Чтобы она не испортилась Съели мы там один такой рыбный, в общем, мясной пирог Эмпанада, купленный вчера в супермаркете И шоколадный круассан ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Решили мы зайти в одну из местных здесь церковушек Поставили печать Нам предложили зайти вовнутрь Посмотреть там как шо Ну, короче, мы поставили себе печать В наши паспорта пилигримов Ну, идем дальше Осталось нам, я не знаю, примерно 15 километров Не очень-то и не... Меньше Меньше Ну, короче, в районе 15 километров Нашли огород с кабаками Кабаки, я пол и вы на мэне Как голова валу его, мамочки Какие здоровые капец Они, кстати, желтые должны быть, по идее, потом Еще не созрели Еще не созрели Адна, созрели, вернемся После Панфур... После Панфурада Города Панфурада Заходим в маленькие городки Такие, там есть кафешки В каждой кафешке есть какое-то меню Покушать И вот цены именно для нас Там, большая тарелка макарон С овощами Три евро В Панфураду заходишь, блин Ни хрена пожрать не буду Кучу этих самых кафешек Ходишь, ищешь полтора часа, чтобы что-то поесть Отлично таксис припарковался Чтобы перейти, блин, просто к автобару Надо выйти на дорогу И рискнуть, блин, жизни своей Ценной В направлении стрелочки Такие камины Мы поставили мусорными баками Зона де дискансе Зона отдыха Здесь есть, по идее, питьевая вода Мангал для того, чтобы делать барбекю Много каменных столов И такой сосновый лес Маленький парк такой местный Музыка В конце мы выходим На более-менее такую красивую Дорогу Видно более-менее такие пейзажи природные, красивые Когда вы выйдете с Понферада, 11 километров вы будете идти в основном по таким дорогам, не очень симпатичным Будут какие-то такие деревушки, будут разные маленькие городки Это все будет проходить вдоль дороги Такой не совсем трассы, просто обычная дорога из городка в городок Из района в район И как бы она не особо симпатичная 11 километров, особо ничего интересного там нет Только что прошли такое небольшое место для отдыха Привальчик Там стоит такая будка на колесах Там есть алкогольные и безалкогольные напитки И там еще делают гамбургеры По идее, наверное, вкусные Ну, на фотографиях красиво Рядом есть кресла такие классные, можно посидеть, отдохнуть Рядом ручей такой, горный, такой воды холодный Туда можно спуститься, окунуть ноги Немножко отдохнуть Попить какого-то напитка И продолжить путь Попить какого-то напитка Попить какого-то напитка Субтитры сделал DimaTorzok Подъемы, спуски, спуски, подъемы решили подкрепиться, чуть-чуть сбросить вес с рюкзаков Сейчас поедим и пойдем дальше У нас там осталось, не знаю, сколько у нас там осталось Ну, в общем, немного Километрам всем? Да, немного осталось На часах 12.30 Идем вдоль дороги Много ездят машин 20 градусов жары Очень жарко и душно Субтитры сделал DimaTorzok Наконец-то мы свернули с дороги Доль, которой шли Идем теперь по такой тропинке Какой-то маленькой деревне А может, не маленькой Сейчас посмотрим До нашего альберга осталось совсем ничего Минут 10, может, меньше Мы уже тут посмотрели На табличках его рекламу В принципе, ничего, так симпатично Мы его в интернете тоже видели, но Не особо помним И там, в городе, по идее Где-то чуть ниже альберга Будет такая речушка Канальчик И, по идее, люди там даже купаются Так что, если может, повезет Или скупнемся Или хотя бы Ножки помочим В холодной речной водичке Пришли мы Нашли мы наш муниципальный альберг Сейчас попробуем заселиться Надеюсь, есть места Перед нами особо немного людей было Короче, сейчас попробуем заселиться Заселились По 6 евро за палатик Плюс постель Тридцать Один и тридцать два Да Комната четыре Комната четыре Ванна Ванна Комната четыре Это наша комната Тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь мест И четыре двухместных кровати В принципе, такая небольшая Но Довольно Для всех Нормально Просторная Это наши две кровати У нас есть балкон На балконе можно сушить вещи Там дальше комнаты еще три Можно даже посидеть вечерком Вик, тут не очень только Нормально Также у нас тут было окошко Чтобы проветривать комнату Ванку нашла И ванна Ванна Ужасная Очень-очень грязная Очень грязная Туалет даже чаще, чем ванна Женская ванна, кстати, тоже очень грязная Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зашли в супермаркет Тайфур Скупляемся немножко на Завтрак На завтрак, на обед Чтоб было, что поесть Добавляем в супермаркете Добавляем Колбасу Персик Лимон в воду добавлять Кусочек хлеба Сейчас что-то еще поищем Добавляем в воде Возможно, что вот Аморлетику купим На стилке сейчас Кухни в супермаркете Почти на 10 евро Как тут еду на, блин, не знаю На завтрак На обед И чуть-чуть на ужин хватит А мы нашли Местный пляж Прикинь, она может быть холодная, капец Уникольеры Но на великолепные Уникольеры Режиссер Придение В там Уникольера Уникольеры Заходят На великолепные Уникольеры Имчто Местный пляж Имко Крюка Крюка Мы нашли районный городской пляж с горной ледяной водой, там очень много кто купается, некоторые даже килигримы там купаются, но мы не продумали это и с собой не взяли, они у нас есть с собой, но мы рассчитывали на океан, мы не рассчитывали, что здесь будет пляж такой крутой, но мы промочили ножки до самых колен и мы даже бегать теперь можем, там вода какая-то такая целебная, прям исцеляет, снимает всю усталость, но она очень холодная, она такая классная чистая холодная вода. Если в двух минут стояние в воде, то уже привыкаешь к этой воде и она кажется тебе теплой. Сейчас покатаемся чуть-чуть, через 15 минут открывается бар и мы будем кушать. Короче нас обманули в то кафе, которое мы хотели пойти покушать. Нам сказали, что оно с 5 до 7 закрыто, из 7 можно прийти и заказать ужин. Мы пришли, а там наклейка типа закрыта до полдевятого, в общем мы идем искать следующее кафе. Ну вот, нам принесли наконец-то ужин, мы заказали себе по супчику. У меня супчик с макаронами и с типа фасоль, круглая фасоль, а у Валика с картошкой и овощами. У меня сопа де гаево. А у меня сопа де гаево. Ну как Валик, тебе вкусно, нравится? Соли мало. Соли мало. И ты очень горячий. Ну понятно. А вак ничем. И у меня тоже очень вкусный супчик. Так, а вот нам принесли второе блюдо, потату фри и куриную филету. Ну как бы ожидали чуть большего, да Валик? Размер филеты чуть-чуть. Да, побольше. Думали мы уже, думали мы уже хотя бы какую-то помидорку кинут. В нас. Ну в принципе, если честно, я поела вот супа. Нет, если мы не заплатим, то нас помидорку кинут. Да. Я поела супа и вот пьем вино и сейчас поедим эту порцию картошки с курицей. Мне кажется будет достаточно. А десерт еще? Да, еще десерт. Еще десерт. Ладно. Что мы на постер заказали? Чай с лимоном. Мы кашляем. Мы напились много холодной воды, пива, вина и теперь кашляем. Теперь мы каждый вечер пьем чай с лимоном. Да. С вином. Чай с лимоном. Ага. Короче, мы наелись. Первый раз за эти сколько, 5-6 дней мы нормально минимум сон поели. Супчика покушали. Да. Вот так. Картошечку с мясом поели. Чай попили. Все. Только что зашли в сувенирный магазинчик. Купили вот такую вот стрелочку. Это типа значок. Хочу я на рюкзак повесить. Я видел в другом магазине, но она стоила 2 евро. А здесь я увидел за евро 50 и решил взять. Потом вот такой вот магнитик. Типа этого замка, который мы увидели здесь вообще в первый раз. Вот мы зашли. Вот то, что мы увидели первое, это этот замок. И купил я желтую краску в баллончике. Зачем? Для того, чтобы подкрашивать стрелочки, которые уже как бы выгорели и плохо видно. Зачем? 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 Продолжение следует...